Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А это ты? Хорошо, что ты здесь. Нам как раз есть о чем поговорить. Музыка Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Глаша. Это я, Глаша. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушай, я только что прилетел. Я же ничего не знал. Я тут включаю в новостях это все. Как ты там, моя маленькая, как ты пережила все эти похороны, эти разговоры, речи. Везде тут чушь собачью. А? А ничего не было, Андрюш. Его увезли на родину, в Иркутск. И все. В похоронах никого не было. Я не разрешила. Да. Но что ж ты мне сразу-то вообще не сообщила? Я бы... Ты где сейчас? На даче. На даче? Как на даче? Почему не в Москве? Подожди, я же, как я понял, на даче как раз и... Слушай, это очень плохо, что ты там одна. Я сейчас приеду. Нет. Нет? Как нет? Что значит нет? Нет, значит не приезжай. Послушай, Глаш, что происходит? Андрюш, ничего не происходит. У меня умер муж, я только что его похоронила. Понятно, Глаш, ну извини, но я не виноват в том, что он помер. Ты не виноват? Никто не виноват. Это я. Да, Глаш, ну ты-то в чем можешь быть виноватым? Я виноват. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Лафира Сергеевна, алло! Алло! Живы? Лафира Сергеевна! Алло! ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Алло, вы живы, нет? Лафира! Офо! А? Смотри-ка! Ай-яй-яй! Сам Марк Лавошин, пожалуйста! Что случилось-то? Вы чего? Упали, что ли? Нет! Меня ударили! Кто, кто вас ударил? Я не знаю! Сидеть можете? Спать! Ай-яй! Тихо-тихо-тихо! Так, я сейчас водички принесу! Тихо! Сейчас посмотрю! Да! Поехали! Тихо-тихо! Марк! 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 Так! В доме никого нет! Ну, участки тоже никого! Нет, я оттуда шел, никого там не видел! В доме нет никого! Спасибо! Сейчас! Спасибо! Я же говорю, Марк, что меня ударили! Я вышла во двор, дверь оставила открытой! А зачем вышли-то? Подышать! Я была на качелях и услышала, как дверь захлопнулась! Я побежала посмотреть, что произошло и она была закрыта! Дверь открыта была? Нет, Марк, дверь была закрыта! Я попыталась заглянуть в окно! Я пошла назад! И здесь меня ударили и я упала! А вы, Глафира Сергеевна, вчера алкоголем не злоупотребляли? Нет! Нет! А то просто дверь-то открыта, вы на крыльце валяетесь! В доме никого! Я понимаю, да! Уди мой телефон! Ой! Вы зачем дали ему телефон, Марк? Он зазвонил, я и взял! Вы зачем камеры выключили? Какие камеры? Камеры видеонаблюдения! Я не выключала! Ну, они отключены! В доме никого, кроме вас, нет! Ну, я понимаю, ладно, наверное, вы хотели одна побыть, да? Чтобы вас никто не видел, не слышал! А кто вам из Иркутска звонил? Кто мне звонил? Из Иркутска! Мне никто не может из Иркутска звонить! Мне там никого не осталось после того, как Разлогов умер! Я не знаю! Ваш телефон! Марк, отвезите меня в Москву! Помогите мне, пожалуйста! Марк! Спасибо! Спасибо! Кофе я не предлагаю, вы же откажетесь! Вы очень любезны, спасибо! Глафира Сергеевна, у вас там… Что? На голове! Что, рога? Кровь! Кровь? Да, кровь! Ну, что вы так побледнели, Марк? Вы кровью боитесь? Нет, я подумал просто, если кровь, может, лучше к врачу есть, у вас там рано! К врача лучше не надо вызывать! Вы что хотите, чтобы завтрашние газеты написали о том, что приехавшая скорая нашла вдову Владимира Разлогова с травмой головы, а его заместителя в обмороке? Я не в обмороке! Ну, это пока! Ну, что, куда вас там в Москве-то? Доставить в вашу квартиру? Нет! К Марине! К Марине Олеговне! В смысле, к бывшей жене Разлогова? Да! Не надо к ней заехать! Непременно сегодня! Как скажете! Андрей Х��цкая ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Андрей! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Девушка Девушка милая Дима Торзок Дима Торзок У Вальков. Ну, туда никто никогда не заходит. Хорошо. Так, пожалуйста, в мой кабинет. И вы тоже оба. Бегом! Спагов, ты что, прикалываешься, что ли? Маринушка, к вам пришла эта новая, ну, вашего бывшего покойного мужа. Вас спрашивают. А что-то случилось? Бера Васильевна, кто пришел-то? Мариша, ты чего сплошилась? Так, как я выгляжу. Хорошо. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, что я к вам приехала так внезапно, без приглашения. Я понимаю, что это неприлично. Надо было позвонить хотя бы, предупредить. Ну, надеюсь, ничего страшного не случилось? Нет, нет. Тогда проходите. Хорошо. Верочка вас проводит. Можно я? Да. Спасибо. Спасибо. Не надо этого делать. Хорошо. Зачем она пришла? Иди, это неприлично. Иди, иди, я подожду. И чай. Можно чаю? Пожалуйста. Марина Олеговна распорядится. Я подам. А может, вы отобедаете с нами? Кстати, вы читали журнал? Здесь написано про вашего мужа. Может быть, вам будет интересно. Нет, спасибо большое. Наверное, обедать я не буду. И я просто хотела сказать вам пару слов. Наедине. Чей подавать? И я пойду, потому что я не очень хорошо себя чувствую. Марина, я... Я не хотела. Я не хотела... Так. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, потому что я тоже как-то начинаю волноваться. Хорошо. Хорошо. Марина, вы видели Владимира в тот день, когда он умер? Нет. Мне важно знать. Нет. Зачем вам это знать? Вы что, решили закатить мне сцену ревности, так сказать, посмертно? Нет, нет. Ревность вообще ни при чем. Я просто хотела знать, как он провел свой последний день. А зачем вам это? Хорошо, я скажу, мы с ним не встречались. Собственно, я никогда не искала с ним встречи. С тех пор, как мы расстались, он для меня перестал существовать. Я проснулась в один день и как-то поняла, что я жила с неинтересным человеком. Ну, абсолютно. Он просто пустой, как пятак. Он даже не блестит. Просто плотный и все. Не тонкий. Никакой. И при этом вы жили на его деньги. Откуда вы знаете? Марин, я знаю, что он давал вам деньги. Я знаю, сколько он вам давал. Единственный вопрос, за что он вам платил так много. Это не ваше дело. Вы явились оскорблять меня? Нет, нет, простите. Я вообще не про это. Я не хотела вас обидеть, я не хотела вас оскорбить. Я хотела спросить, почему. Что, почему? Почему он платил вам так много? Ладно, действительно не мое. Просто мне звонил Дремов, это наш юрист. Вернее, юрист Разлогова. И сказал, что... Не важно, что он сказал, я просто вспомнила в связи с этим, что Разлогов переводил вам деньги каждый месяц с 10-го числа. Как раз сегодня. И? И вопрос в том, что завещание. Завещание еще не оглашено. Распоряжения, конечно, никаких нет. Вы понимаете, да? И я хочу, чтобы все было сейчас так, как при жизни Разлогова. А значит, я вам переведу деньги со своего счета сегодня. Простите, я в ваших деньгах не нуждаюсь. Спасибо. Марин, вы издеваетесь? Откуда у меня свои деньги? За деньги Разлогова. Если честно, я не очень хорошо себя чувствую. Я просто никак не могу отойти от того, что произошло. Только не врите, что вы его любите и переживаете. Я актриса, очень хорошо чувствую фальшь. Я вам не верю, дорогая. Но вы не должны мне верить, Марина. Достаточно того, что мы обе верим в то, что его убили. Я пойду. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Так, значит, Альков Да, да, Альков У меня там перстень был Он еще в такой коробочке лежал Они вы сперли Ну, я так просто это не оставлю Я в полицию пойду Олеся, Олеся, да? А что такое этот ваш Альков? Ну, это у меня в доме такой бадуар Но я никому не разрешаю туда заходить Та же горничная Там помещение отдельное Альков, бадуар Может, у вас там и сейф? Да нет у меня никакого сейфа Ну, там просто перстень лежал В коробочке Они вы сперли Ну, кроме них никто не мог Я даже его ни разу не надела Только на эту съемку дурацкую Так, давайте разберемся Сапогов, ты видел коробочку? Я снимал, чего я там мог видеть Я тоже коробочку не видел Андрей Ильич Мы не брали Дэн, зачем вы с сапогом Подстроились в этот бадуар? Ну что, в бадуаре необходимое было Да это я попросил Там красиво, кадр хороший Там освещение нам подходило Я так понял, что Последний раз этот перстень Вы видели во время съемки? Я его сняла и положила в коробочку Ну, после первого лука Ну, а на втором... Вы пошли в гостиную с камином, правильно? Да Да, и никто из нас не возвращался в бадуар Я сегодня обнаружила, что его там нет Полезло и нет Но кроме этих двух никто не мог взять Надеюсь, ну может он куда-нибудь закатился там Ну, поискать же нужно Андрей Ильич, мы не брали, честное слово А ваш этот бадуар запирался вообще на замок? Еще на какой? Ну, я там и пыль стираю сама И убираюсь сама Убираю? Правильно говорить не я убираюсь, а я убираю Это... Алло Да Прохоров Да, я, а кто это? Мне известно, что именно вы убили Владимира Разлугова Что? Обдумайте эту информацию Я сообщу вам, что хочу получить в обмен на молча Постойте Вас еще куда-нибудь отвезти Глафира Сергеевна Да Отвезите меня в Арсенофьевский переулок К Андрею Прохорову Вы знаете где-то? Знаю Поехали Разлугов Как ты с ними жил? Что ты имеешь ввиду? Ну, это странно Место странное Квартира Это старуха Это женщина Мне кажется, они невыносимые Глаш Может, хватит? Это просто у тебя не было Динки Это потому, что у тебя не было нашего чудовища Потому, что если у тебя был Димка, он бы тебя защитил Слышь, Димка О тебе и речь идет Он ее любил очень Он ее любил Такое бывает Никогда не слышали об этом Но она же врет Что она врет? Марина врет Слушайте, что вы фантазируете? Что за бред? Врет Вот вы знали Разлугову Больше того, вы с ним дружили Как бы вы могли его охарактеризовать? Марк Марк Ладно, я вам помогу Могли бы вы сказать, что Разлугов Человек блестящий? Послушайте, прекратите, пожалуйста Фантазировать и выдумывать, Глафира Сергеевна Разлугов Был блестящий человек Это же Разлугов Это же Разлугов Где? Да вот, Разлугов Но этого не может быть Этого вообще просто не может быть Посмотрите это Да вы что? Да я веду машину Нет, ну посмотрите В аварию попадем Этого не может быть Этого не может быть Марк Этого просто не может быть Этого не может быть Марк Я ничего не понимаю Вот теперь я точно ничего не понимаю Так Что вы психуете Прекратите психовать Я сейчас позвоню Варваре Нашей секретарше И попрошу ее узнать Что за материал и откуда он Хотя, наверное, это Бессмысленно, потому что Журнал-то Если можно так выразиться Ваш личный Вы не понимаете Вы не понимаете Вы просто не пони... А зачем вы ко мне приехали сегодня на дачу? А если вы какие женщины Ну ты что шу priтья Я-ка Волоня Володя 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да Алло, Волошин? Волошин, у тебя две недели Я тебя предупреждал, две недели Но я вот еще максимум, ну вот три недели Ну это вот край вообще Наведи, наведи за это время на производственных порядок Ну что это такое? Завод в Оренбурге-то буксует Вот разломов до такого абсурда бы Ну вот не довел бы никогда Ну в противном случае у нас договора же Ну ты понимаешь, ну контракты, что же делать-то, а? ЗВОНОК В ДВЕРЬ третий раз звонит, вы будете с ним разговаривать? Нет, я занят. Передайте ему, чтобы ждал моего звонка. Вам понятно? Конечно, я вас соединю, да. Ну и хорошо. Сынок, привет, милый, как ты там? Хорошо, мам, не начинай только, пожалуйста, прошу. Марик, послушай, я тебя прошу, ну, признаки надвигающей депрессии у тебя. Ну, пожалуйста, ну, возьми себя в руки, возьми путевочку, хочешь, я тебе ее куплю? Ну, поезжай, отдохни, милый. Мама, ну, какой, ну, какой подлечись, мам? Разлога вы нет, документы пропали, заводы вот-вот встанут, премьер недоволен. У меня на все, про все две недели, ну, какой подлечись, ну, что ты говоришь? Все, я прошу тебя, прости, пожалуйста, не могу говорить, все. Андрей, Андрей, Андрей. Андрей. Шуточка. Ты все сидишь? А чего так поздно-то? У меня срочная работа, я ее доделываю. Ну, класс, срочная работа у нее, когда шеф и так уже ноги кинул, а ты на него ломаешься, или на другого. Вадим, я не люблю таких выражений, это неуважительно. Подумаешь. Варя, а Варя, а откуда ты знаешь, куда пальцами тыкать? М? Ну, ты же не видишь, куда тычешь? Вадим, ты мне мешаешь. Варя, а Варя, а почему ты мне никогда кофе не предлагаешь? Ты вот всем предлагаешь, а мне никогда. Если ты хочешь кофе, ты можешь сделать его себе сам. Варя, а Варя, а давай я тебя домой отвезу. Спасибо, Вадим, но мне нужно для Волошина доделать кое-что. А он тебе сверхурочные платит, это твой Волошин-то. Не твое дело. Кстати, который час? До полодиннадцатого уже. Это провал. Сами, пожалуйста. Сами, пожалуйста. Варя, а Варя. Ну, вы просто гений, правда. Потому что, как вы сегодня смогли сыграть эту любовь к сыну? Я же знаю, что у вас нет ребенка. Как? А ненависть? Марина, а ненависть? Ее сложнее играть или проще? Ненависть сложнее. Гораздо. Ненависть играть взрывоопасно. Потому что ненависть нельзя носить в себе, как любовь. И когда ты достаешь из себя ненависть, ты как будто ковыряешься в собственной ране. Это неприятно. Но бывает ведь и холодная ненависть. Оля, а вы когда-нибудь ненавидели? Вот так холодно. Я? Да. А вы рассердились? Вы угадали. С покойным мужем Владимиром Разлоговым. Вы с ним общались? Мариночка, я вас умоляю. Ну, я бы это не... Вы прекрасно понимаете, что я не говорю на эту тему. Не говорю. Я прекрасно понимаю. Но вы понимаете, что у нас очень интеллигентный журнал. Ну, главный редактор, Марина. Хорошо. Что вы хотите услышать? У нас прекрасные, ровные, дружеские отношения были до его смерти. Вы его любили? Да. Я его очень любила когда-то. А у вас? Конечно. Когда-то я его любила, и он меня очень сильно любил. Он был очень богатый человек. Нет, Олечка, он был очень бедный, потому что мы вышли замуж по любви. Разбогател он гораздо позже. Просто ходили слухи, что именно Разлогов спонсировал ваши постановки. И мне показалось, что, наверное, это серьезная потеря в вашей жизни после его смерти. Оля, я не нуждаюсь в спонсорстве. Есть еще вопрос. А почему вы разошлись? Почему я разошлась? Вот на это я точно отвечу на Богу. Вам нравится его вторая жена? Очень. Прекрасная девушка, мы практически подруги. Вы сильный человек. Ну, я ненавижу слабых. Вы о Разлогове. Нет, почему о Разлогове? Я просто не люблю слабаков. А вы жестокий. Почему? Я справедливая. Мы живем один раз. Чего бояться-то в этой жизни? Ну, да. У вас есть еще вопросы? Пожалуй, нет. Спасибо. Было очень приятно. С вами пообщаться. До свидания. Спасибо. А вам ледь. На собственном столе такой бардак развел. А вот теперь умер. И кто, интересно, это будет разгребать? Странно. Очень странно. Чего странно? Да не открывается почему-то. Чего у тебя там не открывается-то? Ну-ка, дай-ка я попробую. Варь, ну отойди. Дай, я открою. Да он не подходит. У тебя фонарик есть? Откуда у меня фонарик, Вадим? Ну, может, там чего застряло? Там не могло ничего застрять. К сейфу, кроме меня, Владимира Александровича не подходил никто. Да и к тому же он все время с собой ключ носил. А этот ключ тот? Конечно, тот ключ. Ключ был один. И Разлогов все время пытался его потерять. Говорил, если ключ пропадет, придется взрывать сейф. Да все бестолк. Он вообще туда не лезет. Да я понимаю, что не лезет. Но делать-то что? Да домой ехать. А утречком доложь Волошину. Ну, а он все и решит. Бумаги мне до утра с собой таскать, да? Они что, секретные что ли какие? Вадим, я не знаю. Но мне нужно их убрать в сейф. Вот утром и уберешь. Он все равно сейчас не открывается. Поедем, аварийно. Марк Анатольевич, извините, что так поздно. Да, Варвара, что случилось? Дело в том, что у меня сейф не открывается. Что значит не открывается? Что с ним? Такое ощущение, что ключ не подходит. Попробуйте еще раз. Да, да, я пробовала несколько раз. Варвара, одиннадцать часов вечера. Можно меня не беспокоить по всякой ерунде? А что мне с бумагами делать? Положите их к себе в сейф. Может быть, вы подъедете, я могу воздождаться. Почему я должна справлять ваши ошибки за вас? Чай будешь подавать? Бутерброды резать? И буду. А какие еще услуги будет оказывать моя дочь? Человек с высшим образованием. Пап, я с этим образованием никому не нужна. В ней я не пойду. Я там умру. Ты мне сам говорил, что там богодельная. Это лучше. Лучше, чем... чем бардель. Папа. Пап, не волнуйся, я далеко пойду. Ты еще увидишь? Варя, разберитесь, пожалуйста, с этим самостоятельно. Хорошо, да. Надеюсь на вас. Извините. Ты что, хочешь, чтобы он тебя здесь до утра с этими бумагами оставил? Марк Анатольевич, а что мне с бумагами делать? Тебе домой, что ли, не надо? Надо. Ну, так и поехали. Он что велел тебе с бумагами сделать? Убрать их в мой сейф, который в приемной. Вот. Давай, забирай их. Убирай и поехали. Прохоров, Прохоров. Продажный – это душонка. Ну, ты тоже мне говорил же, встречайся с кем хочешь, а на курорты с любовницами. Уборница мне. Шо? Вот черт, блин. Сейчас, сейчас посмотрю. Чего там? Да колесо, сейчас быстро поменяем. Мне выйти? Нет, только сиди тихо. В смысле, тихо? Не прыгай. Да я и так не прыгаю. Ты куда? Давай-ка лезь обратно. Смотри, какой дожди наплевает. Лезь. Да мне нехорошо что-то. Да нехорошо тебе есть надо, потому что лезь обратно. Давай, еще с вами пальто. О, нарядилась. Тоже, блин. С нашим-то клеммать. Бог тебе не положил, пожалуйста. Приехал среди ночи. Он что, тебе сказала, что приедет, когда ты звонила? Я ему звонила, он сказал, что все в порядке, завтра приедет. Что-то... Алло? Мне известно, что именно вы убили Владимира Жаковова. Известно, за что и каким способом. Он длежит обдумать эту информацию. Я сообщу вам, что хочу получить в обмен на молчание. Варя, ну что опять? Марк Анатольевич, извините, что так поздно. Мне только что позвонил человек, он не представился. И что? Он сказал, что разлогу вы убили. КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Глажа, иди сюда, только тихо. Давай, только тихонечко. Тссс. Посмотри. Сейчас её мать придёт. Она где-то рядом. Нравится? Да. Волшебство. Да. Да. Невозможно оторваться прямо. Невозможно оторваться. Невозможно. Глажа. Да, кто меня так рад видит? Кто меня? Да. И я тебя тоже люблю. Глажа. А, ты здесь? Чего не отвлекаешься? Ты моя девочка. Вот она. Иди. Иди. Что такое? Так. Ну, что, ну, поцарапала слегка. Ничего. Фух. Отсидел эту пресс-конференцию. В офис не поехал. Не могу. Не хочу уже. Хочу просто пить кофе. И шляться по Москве. А? Вот дело. Из-за твоей кошки всё в шерсти. Так, девочки, вы тут не ссоритесь без меня? Я ненавижу кошек. Она тебя, между прочим, очень любит. Так, это что? Скажи, ты специально этот журнал достала, чтобы нервы себе портить? А зачем ты это поставил? Прости. Что прости? Я тебя спрашиваю не для того, чтобы ты извинялся. Я тебя спрашиваю, что нельзя было меня как-то пожалеть. Глажа, я не мог не опубликовать этот материал. Ты прекрасно знаешь, что мы с Разлоговым заключили некое соглашение. И поэтому соглашение… Прости, извини, пожалуйста. Мы с Разлоговым – это что-то новенькое для меня. Так, хватит цепляться к словам. Хорошо, Разлогов и я. Ага, ага. Мы пытались друг друга щадить. Так. И ему вовсе не нужна слава такого рода. Я тебя понимаю, понимаю. Ты со мной вместе, Андрей. И ты всё во мне знаешь. И всё равно вот эта гадость выходит у тебя в журнале. Паша, я тебя люблю. И ты это знаешь. Да. А вот он. Ему было наплевать. Всегда наплевать. На всё и на всех. Да. За свои труды я достаточно вознаграждена как нравственно, так и материально. Я хочу выпить, господа, заслужителей искусства. Нет. Я хочу… Я предлагаю выпить, господа, заслужителей искусства. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Да-да! Марк Анатольевич! Ага! Забыл вам утон документы отдать! Вот! А вам не темно читать? Может быть, вам кофе сделать? Нет, спасибо! Ничего не хотите мне сказать? Нет, нет, ничего! Я могу идти? Да! Это ты виноват! Да, естественно! Это ты мне подсунул этот журнал! Боже, что со мной? Что с тобой? Нормальная истерика? Обычная? Нет, у меня не бывает истерик! Ну, поздравляю! Значит, с сегодняшнего дня у тебя первый раз! Можешь загадывать желание! Выкини его! Выкину, выкину! Хочешь, вместе выкинь? Нет, сама! Давай вдвоем! Это разумное решение! Вот, все прям правильно! Здравая мысль! Давай вместе! Открываем! Глаша! Глаша! Ну, мы же собрались его выкидывать! Ну, давай-давай! Глаша! Все! Вот здесь вот самое место! Все! Вот тут! Все! Нету! Туда и дорога! Прекрасно! Все! Отпустила? Да! Полегчало? Полегчало! Прошло? Прошло! Голова тебе не прошла! У меня там шишка! А! Шишка! Ну, хорошо! Заживет! А ты знаешь, вот одна вещь, раз уж на то пошло! Одна вещь меня настораживает и даже обижает! Вот, я не понимаю, что ты так завелась из-за этой... Как ее? Из-за этой девицы, скажем так! Что тебе до нее? Он тебе что? Он был каким-то твоим, не знаю, любящим мужем или заботливым мужем? Может быть, он был верным мужем? Я думаю, нет! Любимым не был, но был мужем! Даже мне обидно! Так, ладно! Ну да, 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 ладно, хорошо, хорошо! Да, извини, все, забыли, ладно! Проехали! Ты мне лучше скажи, ты давно гуляла по Москве? Просто ходила по улицам! Вообще давно не гуляла, мне кажется, никогда не гуляла! Вот! Поздравляю тебя! Сегодня ты будешь первый раз гулять по Москве с кавалером! Можешь загадывать желание! Отлично просто! Да, это на счастье! Все? Да, хорошо! Давай сделаем так, ты сейчас пойдешь переоденешься! А зачем? Мы же просто идем гулять по улице! Мы же не будем туда заходить! Все, тогда я сейчас соберусь! А ты пойдешь, посмотришь в интернете, что там про Оксимир, потому что я что-то совсем выпал из жизни! Слушай, можно я хоть сейчас без интернета обойдусь? Да что там смотреть? Я тебе и так скажу! Там все встало! Ну раз Лобов умер, завод встал, город встал, вообще все! Хорошо! Андрей, а ты можешь просто выйти из кухни? Мне надо побыть одной, буквально минуту! Пожалуйста! Да? Хорошо! Если только ты тут не будешь безобразничать без меня! Угу! Из холодильника ничего там не будешь есть, запрещенного! И виски мой! Не выпьешь! У меня здесь вот отмечено прям риск! Уровень! Я через две минуты вернусь! Вася! Вася! Марина Олеговна! Это я! 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 Все! Марка, да ты! Ночь! Так поздно ты ходишь! Зачем? Я сейчас сдавала интервью, у меня машина здесь рядом! Можно я тебя провожу? Проводи! Какой-то царевонный! Только не говорите, что вы были на спектакле! Был! Только, пожалуйста, не говорите, что я гениально играла! Потому что я играла ужасно! Ладно! Особенно последняя сцена это вообще! Не буду! Хорошо! Скажи, раз Логов перед смертью встречался с тобой? А почему вы мне все время задаете эти вопросы? Вот объясни мне, почему? Почему приходит эта… Как ее зовут? Федора, Федора… Глафира… И тоже спрашивает об этом! Вы не можешь мне это сказать? А когда она тебя спрашивает? Это не важно, когда она меня спрашивает! Все-таки это был мой муж! Все-таки я его любила! И мне кажется, что он меня тоже любил! И я не хочу говорить на эту тему! Я не понимаю, почему вы не можете оставить меня в покое! Да, да! Мне это тяжело слушать, понимаешь? Прости меня, пожалуйста! И ты знаешь, он никого, кроме тебя, и не любил! Собственно говоря, я… Прости меня! Ты это расстроил? Прости! Дело-то пустяшное! Мне там бумаги одни нужны, очень важные! Понимаешь? И я никак не могу их найти! А какие бумаги? Ну, очень важные! Я подумал, может он… Может, он тебе их как-то на хранение отдал? Мне бумаги? Нет, ну ты в своем уме! Ты можешь себе представить, чтобы Разлогов не оставлял какие-то бумаги когда-либо! Ну, да! Наверное, я действительно с ума сошел! И да, очень жаль, ты моей последней надеждой была! Но раз их у тебя нет, то… Пфф! Послушай, Марк, он умер для меня давно! Как мы с ним расстались, так он именно тогда и умер! Мне все равно, Марк! Правда, когда ты говоришь о нем, или я когда о нем думаю, мне тяжело! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Андрей, не обижайся, но мне действительно нужно домой! Нет, я не понимаю! Нет, я не понимаю! Не понимаю! Тебе уже один раз дали по голове? Дали! Ты хочешь еще, что ли? И потом чего туда ехать? Там же нет никого! Даже собаки нет! Потому что ее отравили или прибили! Ну, а если еще кто-то решит нагрянуть туда? Не нагрянет! Да откуда ты знаешь? Ну, а как ты собираешься здесь спать? Я вообще не представляю, как здесь можно жить! Нормально здесь можно жить! Включи свет везде! Воду включи телевизор! Все будет хорошо! Андрей! Глаш! Посмотри, пожалуйста, там кто-то есть! Что там видишь, Глаш? Посмотри, пожалуйста! Да там нет никого! Там нет никого! Нет, есть, я видела! Пойди, проверь! Пойди! Здесь? Да! Тут никого нет! Там никого нет! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК У тебя галлюцинации! Послушай, Глаша, если тебе везде мерещатся привидения, поехали лучше в Москву! Ну? Покатались и хватит! Нет, я останусь! Не забывай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да. Вы сейчас не о том говорите. О том мы говорим. Вы поймите, что даже со стороны предслуживания даже противно. Это же ложь. Ложь, которая порождает другую ложь. Вы все время врали своему мужу. А он вам, может быть, даже верил. Скажите, вот чем вы отличаетесь от этой вот Олеси? Да ничем. Вы такая же. Просто даже хуже. А хуже, потому что вы еще и притворяетесь. Так. Вы притворялись. Вы чего так завелись? Я почему завелся? Потому что вчера вы тоже притворялись. Мне Дунаевского цитили. Так. Ну, во-первых, это был Лебедев-Кумач. Какая разница? Лебедев-Кумач. Суть в том, что когда первый раз вы хотя бы даже узнали про то, что он с какой-то девицей вам изменяет, вам надо было гнать его, прочить себя. Гнать, гнать пинками. А вы что сделали? А вы его оправдали. Он такой, знаете, честный. Это какая-то такая своенравная честь. Да это малодушие. Это все деньги. Деньги, которые вас тянут. Вы такая же, как эта Олеся. А я думал, что все. Ну, я вот сейчас не знаю, зачем я буду выворачивать перед вами душу. Ну, хорошо, я скажу. Я первый раз, когда вразлогов мне изменил, я устроила скандал. Прости, Эрику. Это было отвратительно. Мне до сих пор за нее стыдно. Я забирала чемодан, тащила его к двери и говорила, все, не подходи ко мне больше никогда, никогда. Потому что, потому что ты мне больше не нужен. Ты мне отвратительна. Все те же самые слова, которые вы только что мне сейчас сказали. Он, знаете, что ответил? Он сказал, подожди. Подожди чуть-чуть. Уйдешь. Только в тот момент, когда встретишь мужчину своей мечты. И как, встретила? Да. И ушла? Нет. Почему? Потому что мне долгое время казалось, что разлогов и есть мужчина моей мечты. Потому что я даже сказала ему однажды об этом. И я увидела ужас в его глазах. Он сказал, что никогда в жизни не поверят больше ни одной женщине. И я не исключение. Он сказал, чтоб я не лезла к нему со своей любовью. Он сказал, что в его жизни может быть только одна единственная женщина. Но эта женщина никогда, никогда, никогда не будет с ним. Знаете, про кого он говорил? Про свою бывшую жену. Варина. Вон будет у меня машина. Повезу тебя в Ленинград. Угу. А значит, путь у нас будет такой. Едем через Тверь, Торожок, облышний волочок, минуя Водропурск. А Водропурск? А значит, а почему? Нужно ехать в Водропурск, попужрать в Водру. Потом в Великий Новгород, а там и рукой подать. Это хорошо. Хорошо, что ты умер. Все. Я уеду в Париж, покупаю квартиру на улице Монтень, гуляю по бульвару. Глафира, объясните мне, зачем тогда вы с ним жили? Ну, в чем смысл? Вы врете ему, он врет вам. Зачем? Ну, смысл в том, что никто никому не верет, Денис. Вы просто не понимаете. После того первого раза мы заключили соглашение. Правила очень простые. Мы их придерживались. Именно поэтому такой фотографии не может существовать в природе. Знаете, что такое ваше все эти правила? Это предательство. Блудное сожительство называется. Денис, я запомню. Давайте вернемся к нашему разговору. Нет, теперь уж вы меня послушайте. Я когда вчера приехал домой, после нашего с вами разговора, вчерашнего, я думал. Думаю, все эти девы — это, ну, это дуры, глупости какие-то. Но вот мы вчера поговорили, я решил, что вы все-таки глафира другая. Что вот у вас какое-то есть нудро, которое я могу понять. Во-первых, не придумывайте себе ничего. Во-вторых, хватит страдать. Кто? Я страдаю? Я не страдаю. Я тут… Вообще не страдаю. Пожалуйста, помогите. Мне нужна ваша помощь. Давайте узнаем, откуда это взялось. Откуда взялась эта картинка? Денис. Я понял. Дэн. Дэн. И мне нужна ваша помощь. Хорошо. Смотрите на меня. Помогите мне. Да, с удовольствием. Я не знаю, откуда взялась эта фотография. Узнайте. Ну, ключ-то есть. Только он не подходит. Он один в один такой же, какой был раньше. Значит, его поменял кто-то? А как это можно, Варь? Я сама не знаю, пап. И главное-то зачем? И мне кажется, что Волошин знает что-то такое, от чего он сильно нервничает. Только что… Это уже не твоего ума дело. Ну, как не моего, пап? Ну, как ты не понимаешь, если у нас сначала все было очень нехорошо, а потом резко все стало очень плохо? Варвара. Вот что. Ты… Это не твое дело. И ты туда не лезь. Этого еще не хватало, чтобы ты по молодости да по неопытности в какую-нибудь вляпалась в заваруху. Да, отличная идея, пап. Спасибо. Пусть все оно горит синим пламенем, а я пока поеду с Вадимом на каруселиках кататься, да? Какие карусели? Какие карусели? Каким Вадимом? Пап, а чем пахнет? Ничем. Я не курю. Это не сигареты, это сковородка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Линолеум только постелили. Мама будет ругаться. Конечно, будет. Пап, ты так и будешь сидеть? А что делать? Да наплевать на линолеум. Да. Пойди, наплюй. Мама будет сердиться. Посердится и перестанет. Варюша, а ты не думала, откуда мог взяться второй ключ? Я не знаю, пап. Он фирмы Триадот. У нас только один сейф этой компании. Значит, сейф один и ключ один. Постой, пап. Конечно. Есть еще один такой же сейф. У Разлогова на даче. Мы заказывали два сейфа. Один на работу, другой домой. Аня, это твой Волошин Волк. Он, наверное, сам как-нибудь случайно перепутал и забыл про это. Пап, ты или сумасшедший, или гений. Вдруг это он убил Разлогова. Марья, ты мне эти штуки брось. Осмотрелась, понимаешь, дефектива своих. А пап, ты что? Увольняйся. Немедленно. И чтобы завтра подала заявление об уходе. Чтобы духу там твоего больше не было. Пап, ты что ты так нервничаешь? Давай тебе у Верянки накапай. Накапай. Не нравится мне все это, понимаешь? Не нравится. Все эти ключи убийства тебе по телефону угрожали? Папочка, миленький, мне никто не угрожал. Мне просто позвонили и сказали, что Разлогова убили, а он не сам умер. Варвара Евгеньевна! Евгений Васильевич! Вера Васильевна, с благополучительным приездом вас! Спасибо. Ваши крючки, пожалуйста. Спасибо, Василия Андреевна. В лучшем качестве, Вера Васильевна, в лучшем качестве. Присмотрел по высшему классу. Перед розовеющим закатом я прохожу ступенью рядом. Перед розовеющим закатом я прохожу ступенью рядом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пред розовеющим закатом я прохожу ступени ряда… Пред розовеющим закатом я прохожу ступени ряда… ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты проехал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Хорошая… Пред розовеющим закатом я прохожу ступени ряда… Ой… Привет, Варь! Тебя Марк Анатольевич прислал, да? Мне на работу надо ехать… Да никто меня не прислал… Я тут мимо ехал, дай думаю, заеду… А… Вот… Ой, спасибо… А я хотел тебя пригласить прогуляться… Ну, покататься в смысле… Пап, это Вадим… Очень приятно… Лё, шофер… Чё? А… Ну, так чё, погуляем? Почему ты мне позвонил-то даже? Да я тебе звонил раз десять… А у тебя телефон абонент, не абонент… Абонент, не абонент… Когда кинолог звонила Глафире, она не могла дозвониться… Потому что телефон был выключен… А Марк… Звонился сразу же… Потому что это был номер-то… Не Глафире… Пап, почему я… Шар… Жёлтый такой… А, спасибо… Я поеду и… Погуляю с… Ладно… Всё, скоро увидимся… Поехали… Вадим, мне нужно, чтобы ты меня срочно отвёз к Волошину… Ты знаешь, где он живёт? Чего? Как кольцо выпало на палец к Олесе… Как оно… Как оно потом вернулось обратно ко мне… Вообще… А самое интересное в этой ситуации… Как… Как… И кому нужно было делать такую сложную комбинацию… Не знаю… Когда ты сможешь узнать, кто поставил фотографию с пляжем в номер? А, это когда сапогов проснётся… Он по выходным спит до трёх… Звони, проверяй… Недоступно… Так… Что у нас есть? У нас есть то, что кольцо могли взять только три человека… Это я… Прохоров… И Разлогов… Прохоров? Значит я был прав… Вот интересно, ему не обидно Прохоров-то? Он работает в издательстве, которое купил Разлогов… В то время как жена Разлогова, то есть ты… Я является его любовницей… Но отношений у них, так скажем… Не обязательно… Дэн… Ты что ещё сделаешь? Прости… Можно я это говорю? И ты… От Разлогова… Уходить к нему, к Прохорову… Не собираешься… Сплошные поражения… Как только ты всё узнаешь… От своего Сапогова… Сразу же звони мне… Просто сразу же… Вот моя карточка… Кафе… Что это такое? Кандидат… Физических нагрузок… Класс… Класс, Дэн… Кандидат филологических наук… Ой ты… Да… Суворина… Почему Суворина, а не Разлогова? Ну ты же, я Суворина… Я просто говорю о том, что я Разлогова, потому что это удобней… Меньше вопросов… Сам Разлогов всегда мне так представлял… Гулафира Разлогова, моя жена… Это логично… Вполне себе логично… Так… Мне нужно, чтобы ты ещё позвонил в одно место… Давай прямо сейчас и позвоню… Нет… Сейчас прямо не получится… Потому что… Так… Ай… Я растяпа… Ладно… Номер записной книжки… Записная книжка у меня дома… Живу я не близко… Поэтому тебе придётся поехать со мной… Не переживайте… Обратно отвезу… Ну в общем, давай съездим… Позвоним… И ты не переживай… Я сам вернусь, не маленький… Хорошо? Хорошо… Кому звонить-то будем? О… Сейчас… Секунду… Звонить… Нужно… Одной бабуся… Бабуся? Да… Бабуся и Гуся… Ну… Это не важно… Вставай, поехали… Варь… Варь… Ну зачем мы сюда приехали? Поедем отсюда… А, Варь… Поехали… Вадим, спасибо большое… Ну ты не жди меня, ладно? Да я тебя здесь подожду… Вадим… Не надо… Здрасьте, Марк Анатольевич… Здрасьте… Что случилось? Извините меня… Я просто поняла, где может быть второй ключ… Но у нас сейф не открывается… Извините, я вижу, что они вовремя… Я, конечно, не ждал гостей, но… Проходите, раз пришли… Спасибо… Марк Анатольевич, я тут подумала, что ключ, который не подходит к нашему сейфу… Может быть, от того сейфа, который у Разлогова на даче… Ведь сейфа было два, и ключи от них одинаковые с надписью «Триадот»… Я подумала, что их могли перепутать случайно, понимаете? А слушайте, что вам надо? Мне ничего не надо… Зачем вы приехали? Ну как, я приехала из-за ключа… Я же говорю, я подумала, их могли поменять случайно… И про второй я вспомнила только сегодня утром… Ну, в суматохе… И нам нужно просто поехать к Глафире Сергеевне… Поменять ключи местами… И наш сейф снова будет открываться, и все останет в свои места… Что вы искали… В кабинете Разлогова… Я искала ключ от сейфа… Ведь не мог же он просто так пропасть… А про второй я только сегодня утром вспомнила… А зачем… Вам ключ от сейфа? Как зачем, Марк Анатольевич? Ведь если он пропал у меня из-под носа… Значит, я плохо делаю свою работу… Ну, куда он мог деться… К тому же, вы из-за него так переживали… Я вообще… Не беспокоюсь… Ну, как же нет… Когда я видела, как вы вернулись на работу тогда ночью… И что с того… Если вы так разволновались… Значит, ключ это очень серьезно… Я пыталась его найти… Найти я его не смогла… А про второй только сегодня утром вспомнила… Послушайте… Вы… Лезете… Не в свое дело… Я никуда не лезу, Марк Анатольевич… Я просто делаю свою работу… А если вы боитесь… Я ничего не боюсь… Если вы боитесь, что я узнаю что-то, чего мне знать не следует… Это значит… Это значит, что… Вы не тот, кем вы прикидываетесь… А кем я прикидываюсь? Порядочным человеком… И папа был прав… Вы не люди, а волки… Папа Римский вам сказал, что я не человек, а волк… Извините, Марк Анатольевич… Я поеду… Вы можете меня уволить в понедельник… А я вас уволю… Именно в понедельник… Как вы и попросили… Значит… Перепутать ключи мог только я… Да? Знаете… А ведь именно я их и перепутал… Марк Анатольевич, вам плохо? Давай я тебя на водички нарью… Марк Анатольевич… Ничего не надо… Марк Анатольевич… 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 Именно поэтому я ей уточнила номер у этой Лены. И оказалось, что это действительно номер Глафиры Сергеевны, но только старый. Помните, когда она потеряла свой телефон и Разлогов еще Вадима посылала за новым? Нет. Вы не помните, но я помню. Так вот, если предположить, что Глафира его не теряла, а его у нее украли, то значит… То значит что? Значит, что кинологу звонил кто-то, кому было очень важно, чтобы собаки не было на участке. И чтобы все подумали, что это именно Глафира Сергеевна позвонила. Смерть Разлогова была выгодна только одному человеку, его жене. Марк Анатольевич. Марк Анатольевич. У нее действительно украли телефон. Я помню, как Разлогов ругался. Я помню, как он ругался. Я все помню. Все-то она помнит. Все помнит. Это для вас все мелочи, а для меня вы, Разлогов, вы как… как… как боги. Слушайте, что вы несете, боги? Мы вон со своими земными делами разобраться до сих пор не можем. Разлогов умер, у меня все из рук валится. Ничего поправить не могу. Боги. Так я же и хочу вам помочь, Марк Анатольевич. Я как только подумала про ключи и про телефон, сразу к вам поехала. Что мы будем делать, Марк Анатольевич? Так, я сейчас поеду к Глафире. Видит бог, я этого не хотел, но, видимо, надо. Не знаю, как объяснить потерянный телефон, но это важно. Я вас одного не отпущу. Ларя. Я поеду с вами. Не валяйте, дурака. А как вы объясните Глафире Сергеевне, что полезли в домашний сейф Разлогова? Послушайте, вам все это вообще зачем нужно самой, а? Я давно живу одной жизнью с вами. Мне своей-то никакой нет. Вам, конечно, все равно, но это для меня самое главное. И вам наплевать на то, что я хотел украсть там из сейфа Разлогова, да? Нет, ну, мне интересно, конечно, но… А может, это я его убил? И вам мужской голос звонил, говорил об убийстве, да? Вы не могли его убить. Почему это вы так уверены в этом? Потому что в тот день Разлогов уехал первый. Вы всегда уезжаете по очереди у меня в компьютере, в расписании, все сохранено. В тот вечер именно вы задирались на работе. А я уехал и вернулся обратно, чтобы алиби себе обеспечить. А вы к стулу непривязанный могли пропустить, а? Вам звонила ваша жена из Америки, я вас соединяла. Вы с ней говорили долго, минут сорок, а то и больше. Если бы сразу после этого вы сорвались и поехали убивать Разлогову, вы бы все равно не успели. Я с ней говорил по поводу условий развода. А в это время Разлогову и убили как раз. И документы пропали в это же самое время. Так, я пошел одеваться. Будьте готовы, пожалуйста, через пять минут. Субтитры подогнал «Симон» Дэн, ты какую картошку будешь? Давай жареную. Тогда будем жарить картошку с грибами. Разлогов столько грибов насобирал. И я наморозила. Знаешь, я с грибами все время ходил в таких нелепиших штанах с большим количеством карманчиков. Ты просила, чтобы я кому-то позвонил, да? Вере Васильевне. А это кто? Вера Васильевна работает у Марины Нескаровой. Тетя Оля ее очень любит. Да, ее многие любят. Она бывшая жена Разлогова. Мы не учились вместе. Так что, получается, Разлогов тоже артист? Нет, Разлогов не артист. Они учились вместе в химико-технологическом, потом она ушла в театральный. А Вера Васильевна у нее что-то вроде... Не знаю, даже как сказать. Домработница, Дуэйни, ангела-хранителя, няньки. Все в одном лице. Так вот, эта Вера Васильевна пришла сюда и рассказала совершенно страшные вещи. И я ей поверила, потому что она была убедительна. А потом я начала думать. Я начала думать и поняла, что что-то здесь не сходится. Понимаешь? Должно быть какое-то еще объяснение. Объяснение чему? Давай по порядку. У Марины с Разлоговым есть ребенок. И ребенок родился неполноценным. Потому что Разлогов ее избил якобы, когда она была беременна. И этот ребенок сейчас живет в Смоленске, в интернате для таких детей. И Марина работает всю жизнь для того, чтобы его содержать. Но Разлогов все равно дает ей деньги. Понимаешь? Почему? Откупается? Ну, это, конечно, не исключено. Не факт. Ну, вот для того, чтобы понять все факты, мне нужно кое-что узнать у Веры Васильевны. И первое, что мне нужно узнать, как она попала к нам на участок. Потому что если она открыла дверь ключом, это значит, что у Марины есть ключ от нашего дома. Я понял. Давай звонить. Ты тогда поговори, а я пойду погуляю. Димка, 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 ты моя собака сладкая. Собака моя сладкая. Иди ко мне. Иди ко мне, мой твой еще. Ну, иди, иди обниматься. Иди обниматься. Ну, не обижайся. Придется посидеть сегодня. В клетке. Ну, а что? У нас Костя. Ты же съешь его. Дорого не возьмешь, да? Ну, чего? Позвонил? Позвонил. И что сказали? Мужик какой-то взял, говорит, что Вера Васильевна умерла. Сейчас назад. Алло. Глафира, это Волошин. Я вот у ваших ворот стою. Можно мне заехать? Я скажу Глафире Сергеевне, что потеряла документы. И что мы должны посмотреть в сейфе у Разлогова. То есть, вы должны посмотреть. Я думаю, она мне не откажет. Варя, не надо ничего выдумывать. Да? Я сам совсем справлюсь. Вообще, зря вы ввязались в это дело. Но я уже ввязалась. Ей-богу, Марк Анатольевич, я не сделала его хуже. Правда. Так, все. Приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Варя. Я работала в сепертарше у Разлогова. Варя, я помню. Я помню, кто она. Это Дэн. Дэн Сталитов, журналист. Журнал «День сегодняшний». Андрей Павлович. Извините меня, но это именно я попросила Марка Анатольевича привезти. Слушайте, Варвара, что вы несете? Что за бред, а? Дело в том, что я потеряла документы очень важные. Можно мы посмотрим в сейфе у Разлогова? В сейфе? Если их там нет, то у нас будут проблемы. А уж не теле, это очень важные документы, Марк Анатольевич, из-за которых вы меня ударили по голове. А как вы узнали? Ну, это же очень просто. Марк, я была дома одна, правильно? Вы это знали. Вы зашли через калетку, которая со стороны леса. Вы про нее тоже знали. Вы выключили все наши камеры, Марк. Я камеры не выключал, это точно. Камеры были... Зачем вы меня ударили, Марк? Да еще так сильно. Вам так нужны были какие-то документы. Не какие-то документы, а очень важные для меня документы. У меня не было другого выхода. Марк Анатольевич, Глафира Сергеевна просто не поняла, что ты. Глафира Сергеевна, это вы взяли из сейфа эти чертовы документы. Глафира Сергеевна. Я не брала. Разлогов? Вы убили его. Глафира, вы убили Разлогова. Вы же обманывали его всю жизнь. Врали ему все время, изменяли ему на глазах у всех. Только сначала выбирали начальство, а теперь что-то вот к причиненным перешли. Марк. Мельчаете, мельчаете. Марк, прекратите. Вы, естественно, говорите глупости, потом вам же будет о них стыдно. Мне? Да. Мне стыдно, за правду. Ну, почему же? Почему? Вы же знали, что Разлогов любит Марину и будет любить ее всю жизнь. Да? Что вам от него понадобилось-то? Дом вот этот? Деньги? Ну, что? Заскучали вы на своей кафедре? А когда у него случилось недопонимание со своей женой, с его настоящей женой, вы вцепились в него. Да так крепко, что он ахнуть не успел, как вы стали его законной супругой со всеми вытекающими отсюда последствиями и зажили чудесно. Да? Да. Да. Интересно. Это вам Разлогов сказал? Нет. Не сказал мне ничего он. Сам я догадался. Глаза-то у меня есть. Я знаю его лет сто уж, наверное. Потом нашли себе какого-то светского хлыща. Пустились во все тяжкие. Но если это вас так сильно беспокоит, то Разлогов первый начал. Он прекрасно мне объяснил о том, что у каждого из нас своя жизнь. У него своя, а у меня своя. И это как раз слова Разлогова, в отличие от того, что вы там себе с вами надумали. Все. Вы врете. Вам только деньги его нужны были. Ничего больше. Это вы? Убери Разлогова. Она не могла. Марк Анатольевич, я же вам говорила. Помните про телефон? Какой телефон? Какой телефон? Кинолог Лена Степанова. Кто-то ей позвонил с вашего старого телефона, представился вами и попросил забрать собаку. Этот кто-то знал, что вы собираетесь уезжать, на участке никого не будет. И так решил избавиться от собаки. Это правда. Мне действительно украли телефон за два дня до смерти Разлогова. Именно украли, я не могу его потерять. Какая разница? Украли его или вы его потеряли? Это большая разница. Огромная просто. А зачем приехали, Марк? Опять ударить меня по голове? Мы хотели поменять ключи от сейфов в тайне от вас, чтобы вы не узнали. Какие ключи? Марк Анатольевич перепутал ключи местами, когда брал документы и сейфы. Ну, Марк Анатольевич. Да? Да. Ты звонил Сапогову? Позвони прямо сейчас, пожалуйста. Хорошо. Да, и по поводу документов. Что там были за бумаги? Очень важные. Важные. Нашли? Нет-то, знаете, не нашел. Ни на работе нет, ни здесь нет. А это не просто такая бумажка. Это папка такая увесистая. Я подумал, может, вы ее взяли? Глафира Сергеевна, а? Нет, если вы говорите о праве собственности на земле под Иркульском, то нет, это была не я. Ведь дело как раз все в этой собственности, в том, кто ее наследует. Не так ли, Марк? Глафира Сергеевна, у вас есть волокордина или капли какие-нибудь? Вам плохо? Марку плохо. Марк, вам плохо? У меня давно уже плохо. Извините, Сапогов говорит, что фотографию в номер поставил Прохоров сам, лично. Я же знаю, зачем ему нужна была эта фотография. Варя, идите сюда. Так, нитроглицерин подойдет? Лучше волокордина. Не надо ничего, не надо! Волокордин. Спасибо. Сколько вам, Марк? Полстакана? Капайте полстакана. Пожалуйста. Марк, 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 Марк. Ой, господи, мне было так тяжело. И вы еще у меня чуть не доконали. Я вот сейчас сдохну от сердечного приступа, и мы будем квиты. Документы где? Глафира? Ну, успокойтесь, сейчас я вам расскажу про ваши драгоценные документы, единственное, припомните, семь лет назад у Разлогова была черная машина с шофером, таким мордатым. Семь лет назад мы только поступили в Окси-Мер, поэтому никакой машины быть не могло. Хорошо. Я так и знала. Бедная Вера Васильевна умерла зря. Хотя, наверное, в ее случае даже хорошо. Умереть не знаю. Кто умер-то еще? Вера Васильевна, это нянька ваша драгоценная, Марина Нескарова. Да, ее убили. Хотя, я все равно во всем догадалась. Кстати, убили из-за денег. Из-за кучи денег. Я бы даже сказала, из-за горы денег. Месторождение в горах ведь, да, Марина? Отлично. Отличная работа. А ведь, впрочем, вы же и есть наследница-то законная. Только наследовать-то нечего. Документов-то нету. Так, 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 я что-то не понял. А что за месторождение? Какие горы денег? Так, сейчас я вам все расскажу. Несколько лет тому назад два предприимчивых парня. Волошин и Разлогов. Купили кусок земли под Иркутском. Потом оказалось, что там кварциты. И вы знаете, Марина, я даже видела эту гору. Меня Разлогов ее показывал, когда мы летали на Байкал. А вы сразу определили, да? Что месторождение этой кварцитов получше, чем Разлоговская, Оксимировская зарплата, да? Да? И подстроили убийство. Что все миллионы-то себе забрать и освободиться, да? Миллионы могут забрать только законные наследники. Ужасно, что вы меня так ненавидите. Да что ж вам за дело-то до моей ненависти, а? Да потому что вы меня не слышите, Марк. Я никогда не была законной супругой Разлогова. Потому что он никогда на мне не женился. Потому что он никогда, слышите, никогда не разводился с Мариной. Что вы такое говорите? Не разводился? Да. Не женился на тебе? Не женился. Вы все правильно поняли. Ну, показать паспорт? Он фактически всегда был женат на Марине. Получается, Марк, у меня нет мотива. Мотив есть только у вас и у нее. Я не убивал. Это я знаю. Что вы знаете? Откуда вы знаете? Я знаю, что вы не убивали, потому что у вас нет документов. Вся эта афера-собака, ее провернула женщина. Ты бы никогда не взял в партнера женщину, потому что, Марк, ты женоненавистник. Я был уверен, что документы украл убийца. То есть ты. И я хотел найти убийцу и отомстить, то есть вам. За Разлогов. Ага. Ага. Марк, ты молодец. Ты умный мужик, Марк. А, Варь, позвоните Дремову. Так, Дремов тут при чем? Дремов здесь ни при чем. Это другая махинация, которую придумал Андрей Прохоров, кстати. С которым я изменяла Разлогову, как ты здесь изящно заметил. Он украл мое кольцо, вот это с Дельфиновым. И сунул ее Олесе Светозаровой. Это очередная разлоговская подружка. А также подосла к ней фотографа и журналиста. Все должно было выглядеть так. Выходит журнал с материалом об Олесе. И Прохоров делает все для того, чтобы я его увидела. Увидела и поняла, какая сволочь Разлога. Потому что он отдал мое кольцо любовнице. Для верности он еще застряпал в фотошопе. Пляжную идею он и она. Морской курорт. Все красиво. Я тут же развожусь с Разлоговым. Потому что отношения у нас так не очень хорошие. А здесь еще такая пощечина. Он отдал мое кольцо. И оно на пальце у любовницы в журнале. Я становлюсь свободной женщиной. Прохоров тут же на мне женится. И получает приданное Варя. Журнал день сегодняшний. Разлогов, он же купил у Родченко месяц назад. А через неделю можно вступать в права собственника. Действительно. Разлогов еще до того, как оформил документы. По покупке журнала попросил Родченко поставить в номер материала его новой девицы. Родченко тут же позвонил Прохорову. Прохоров тут же понял, как он может этим воспользоваться. Круто. А это Прохоров. А это Прохоров. Он подталкивал меня для того, чтобы я ушла от Разлогова. Ну, как мог. Единственное, в чем он просчитался. В том, что я никогда не поверю в пляжную идею. Потому что Разлогов никогда, никогда не ездит со своими девицами на курорт. Как все трогательно. Как трогательно. Прямо. Только давайте как-то к убийству-то вернемся. А чего тут не ясного? По-моему, все очевидно. Его убила его бывшая жена. Убила. Ну, и наверняка еще документы припрятала. Как называется? Свидетельство о браке. Да, свидетельство о браке. И через полгода заявит о своих правах. Ну, наследство. И первосемь не нет. А она могла бы выболтать. Ну, какие-то секреты. Хотя самое главное, она уже сказала Марка. Хорошо, хорошо. Это хорошо. Пусть так. Но кто же тогда звонил-то и говорил, что Разлогова убили? Звонил-то мужской волос. А у нее не было мужчины, сообщника. Документы. Где? Кто взял? Марк, вы так и не догадались? О чем я должен был догадаться? Разлогов жив. Володя, ты в порядке? Володя, Володя, держись, миленький. Володя! Сейчас. Сергеевич, лежите, пожалуйста, Володя плохо. Отойди. Володя, Володенька, держись. Все будет хорошо. Я буду рядом. Я буду рядом все время. Отравился феноксилом. Такой препарат используют при сложных кардиологических операциях, чтобы замедлить сердце. Володя мог выпить его за три часа до того, как ему стало плохо. Или за пять минут разлогов человек здоровый. Когда, как быстро препарат подействовал и когда он его принял, с точностью сказать нельзя. То есть вы хотите сказать, что его отравили феноксилом? Его мог дать кто угодно и когда угодно. Ага. Надо. Надо сделать вид, что я умер. Надо во всем разобраться. Ты меня отравил. Сейчас я не в состоянии. Надо уехать. Володя, не сходи с ума. Тебе никуда нельзя. Значит так. Скажи всем, чтобы знали, что это ты отвезла гроб с телом на мою родину. Здесь, в Москве, документы проверять будут вряд ли. Это первое. Второе. Я позвоню на телевидение и закажу репортаж о моей смерти. Чтобы уже наверняка. А сам из Иркутска поеду за воротное к дяде. Мне надо обдумать все. То есть, Разлогов жив. Это же означает, что все хорошо. Я так переживала, когда он умер. То есть, когда я думала, что он умер, а он не умер. Варя, 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 прекратите. Все, все, все. Вы не совсем понимаете. Я так люблю вас обоих. И я так горжусь вами. И я так переживала, что у вас все сложилось в вашей работе. И так хотела быть вам полезной. И когда Разлогов умер, я думала, что все пропало. А он не умер. И очень хорошо, что он не умер. Все-таки документы на землю-то где? А документы на землю забрал Разлогов. Он вполне думал, что они могут быть мотивом. Я не понимал, почему точно его хотят убить. Зачем они вам понадобились, Марк? Ну, как зачем понадобились? Я хотел их посмотреть сам, прежде чем начнется вся эта кутерьма с наследством. И потом, я же не знал, что вы незаконная его супруга. Ну, и потом я хотел отдать их какому-нибудь нормальному юристу, вроде Писахова, который в этом деле понимает не нашему Дремову, который не смыслит в этом ничего. И, честное слово, я не хотел, чтобы эти деньги, эти миллионы к вам перешли. Да-да-да, я считаю это несправедливым. Вы ему изменяли постоянно, обманывали его. У вас был этот Прохоров. Вообще, я думал, что это вы виновны в смерти Разлогова. Да, и после того, как Дашка моя от меня ушла, я с тех пор… Хорошо, не надо ничего объяснять, все понятно. Но я не все понимаю. Кто мог звонить мне тогда ночью, чтобы сказать, что Разлогов не сам умер и его убили? Марья, так я думаю, Разлогов сам вам и звонил. Он же мучился там, понимаете? Он подозревал вас, Марья, он подозревал вас, Марья, он подозревал Марину. Я думаю, что таким странным способом он пытался просто спровоцировать убийцу. Марк, вы знали, что у Разлогова есть ребенок? Ой, нет-нет-нет, подождите, ребенка не было. В смысле, ребенок был, он должен был родиться, но он не родился, он умер. Именно поэтому Разлогов окончательно ушел от Марины. Вера Васильевна сказала, что ребенок жив, и что он ненормальный. Знаете, почему Разлогов избил Марину, когда она была беременна? Ай, все-таки… Да-да-да, он категорически не хотел детей, именно поэтому он от нее ушел. А ребенок родился, было все это семь лет назад, и сейчас он живет в интернате для неполноценных детей в Смоленске. Марина тут постоянно ездит. Да послушайте, Глаша, этого не может быть. Вы понимаете, что Разлогов хотел этого ребенка. И он любил Марину, он не мог ее избивать. Просто не мог ее избивать, и все. А почему вы так уверены? Да потому, что он не мог ее избивать, и все. Я прекрасно помню, как это было все. Как он переживал. Какой-то ужас был, кошмар. Я же представить себе не мог, чтобы взрослый, нормальный, адекватный, адекватный мужик может так переживать от любви. Он чуть тогда не умер. Да-да-да. От любви? Да не от любви, а от того, что Марина ему изменила. Я ему говорил, ну подожди ты, говорит, ну все еще как-то, может быть, образуется. Нет, говорит, я или верю, или не верю. Я или люблю, или не люблю. Иначе-то он не может, вы же знаете. Да, я знаю. Глафера, а в доме есть интернет? Да, в кабинете. Там? Да-да. А потом у нее этот роман с этим известным режиссером, фамилия его не помню. С Красавиным. Ну, наверное, с Красавиным. Вы-то откуда знаете? Я была у него. Я была у него случайно совершенно, и видела фотографию. Эти фотографии понятно все, и про Красавину, и про Марину. Вот у них все и разладилось тогда. Ну, я понимаю, что Разлогов, конечно, тяжелый человек. Но он не станет бить женщин, тем более беременный. Вы что, не понимаете? Марк, я все понимаю, но давайте предположим, что ребенок был, что ребенок был действительно неполноценным. Тогда Разлогов мог давать деньги Марине только в одном единственном случае. В одном единственном, если он чувствует себя виноватым. А почему он чувствует себя виноватым? Я не знаю. И я не знаю. И я не знаю. И почему он ездит в Смоленск? Ну, ты ж не знаю, зачем он туда ездит, но никакого интерната для детей инвалидов в Смоленске нет. Ага. Ну что, куда вас везти-то? Где вы живете? В Новопеределкино. Жалко вас туда везти. Это полжизни займет. Может, ко мне кофе пить? Или отдохнете нормально, выспитесь у меня? Марк Анатольевич, я не знаю. Что, не знаю, да или нет? Проходите, я закрою. Варя, я прошу прощения. Я пригласил вас, чтобы сказать… Давайте я вам заварю чай с мятой. Мята очень успокаивает. У вас есть мята? Чего? А, мята. Наверное, есть. Не знаю. При чем здесь мята? Варя, я… Правда, я хотел вам сказать… У вас такая красивая квартира, Марк Анатольевич. Варя, наверное, зря я вас сюда пригласил. Давайте-ка сейчас мы чаю попьем, и я вас лучше домой отвезу. Да я же вам и не навязываюсь, Марк Анатольевич. Да я не в том смысле-то. А в каком? Вот у меня друг умер, как мне казалось. Документы у меня пропали очень важные. Я был в этом уверен. С меня жена ушла. Почему она от вас ушла? Да вы не беспокойтесь так, Марк Анатольевич. Я сейчас чай поставлю и уеду. Варя… Ну, ведь вы понимаете, что… Между нами ничего может быть. Марк Анатольевич, вы говорите за себя, пожалуйста. Варя… Я не думала, что вы трусь. Что вы себе позволяете? Если вы считаете, что из-за того, что мы целый день привели вместе, и вы мне нравитесь, пропустите меня. Вы прямо сейчас хотите уехать, да? Немедленно, сию же секунду я хочу уехать. Варя, подождите. Где моё пальто? Варя, ну, послушайте… Куда вы его дели? Послушайте, я… Можно, пожалуйста, моё пальто? Не трогайте меня. Опа. Ну, останетесь, прошу вас. Да что ж это за наказание такое? Что мы с вами делаем, Варя? Я не знаю, но вы всё не так поняли, Марк Анатольевич. Оказывается, гораздо умнее, чем я думала. Браво. Всё-таки у Разлогова есть вкус. Зачем? Что зачем? Просто зачем? Боюсь, вам этого не понять, Глафер Сергеев. Ну, вы любили его хотя бы когда-нибудь? Да. Очень. А Вера Васильевна? Лес рубишь, щепки летят. Страшная у вас любовь, Марина. Ну, какая уж есть. Каждому своё. Кому-то быть женой Разлоговым, а кому-то не быть никогда. Мне кажется, что роль хозяйки Медной горы мне больше подходит. Вы проиграли в Афер Сергеевне. Я не понимаю. Я искренне не понимаю, как он мог жениться на вас. О, вам не надо понимать. Всё закончилось. Его уже нет, всё. Мы свободны, его нет. Вы свободны, я свободна. Вы, может быть, и свободны. И я, может быть, свободна. Но, Веру Васильевну, вы уже не вернёте. Нужна вам такая свобода. А ты не боишься, что ты сейчас отсюда не выйдешь? Дверь закрыта. И потом сяду в машину, доеду до аэропорта, меня никто не найдёт. Давайте чай пить. Вы знаете, чай с вами, Марина, я боюсь, что слишком опасно для жизни. Я воздержусь. А Красавин думает о вас всё ещё хорошо. Отзывается. Знаете, с теплотой, с любовью. Я бы даже сказала, с излишней любовью. Вы и с ним встречались? Что вас удивляет, Марина? Мы все живём в одном городе. Знаете, что самое забавное? Если вы так любили Разлогова, зачем вы устраивали весь этот спектакль? Зачем вы крутили роман с Красавиным? Зачем вы говорили, что он вас бил? Бил вас с беременную? Всё не так примитивно, как вы думаете? Вообще любили когда-нибудь? Сильно? До крови любили? Когда любовь уже не любовь, а война. Большой звезды, большая гордость. Со мной нельзя было так. Почитайте Достоевского, кстати. У него об этом всё хорошо написано. Рогожин убил Настасью Филипповну. Я убила своего мужа. Здорово любила. Верочку. Верочку, которая была мне как мать родная. Я её убила тоже. Вот что странно, даже может быть страшно, что я ничего не чувствую. Никакого раскаяния. Глухо. Это не страшно. Страшно то, что вы не убили Разлогова. Он жив. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Андрей, Андрей, здравствуй, дорогой. Глаша, привет. Как ты меня нашёл? Ехал за тобой. Да это неважно. Зачем? Глаша, у меня к тебе серьёзный разговор. О чём? О том, как ты пытался оттяпать журнал? Что? Как Олеся. Глаша, это всё неважно. Это неважно, Андрей. Это правда. Это так неважно. Кстати, я горжусь твоей отличной фотомонтаж. Прекрасная работа. Если тебе так интересен журнал, сейчас Разлогов прилетит. Ты с ней поговори. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Глаша, я понимаю, тебе сейчас трудно, ты столько всего пережила, но послушай, Самарь, что ты несёшь? Какой Разлогов. Откуда он приедет? Глаша? Оттуда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай-ка вот здесь, останови. Так, что-то написано. Дэн, я не вижу. Муниципальная, образовательная. А, детский дом номер два. Вот видишь, все правильно приехали. Ну, идём? Ты знаешь, что-то, что-то у меня ноги не идут. Видимо, затекли. Осталось совсем чуть-чуть. Не трусь. Дэн, я боюсь. Слушай, а давай ты сходишь, и я тебя подожду. Нет, не надо бояться, идём убедить. Ладно, сейчас. О, открыто. Ух ты! Здрасьте! Привет! Здрасьте! Татьяна Павловна сказала, а то он уж больно пыльный. А вы к нам? К вам. А вы из журнала? Из Москвы? А у нас в прошлом году Маша Галкина была. А кто это Маша Галкина? Маша Галкина — наша выпускница. Она тоже в журнале работает. Она раньше в университете училась. Я вам сейчас её фотографию покажу. Она у нас там, где наши лучшие выпускники. У нас уборка сегодня. Убираться будем. Вы уж завелите у нас график. Вы обидеть будете? Нет. Тебя как зовут? Меня Лена зовут. Лена. У меня Глафера. Это Денис. Лена, а ты знаешь Володю Савушкина? Вовку? Конечно знаю. Мальчик как мальчик. Обыкновенный, хороший. У нас все мальчики хорошие. А те, которые плохие, те хотят быть хорошими. Мателина Теодоровна. Мателина Теодоровна. Вот эти из Москвы приехали к нам. Как Маша. Как Маша Галкина. Не кричи, Лена. Тебе только в опере петь. Здравствуйте. Здрасте. Я Глафера Разлогова. Я вам звонила. Это Денис. Я поняла. Ну что, пойдём ко мне в кабинет или в дом хотите посмотреть? Наталина Теодоровна, давайте им сначала дом покажем. Я им Машу Галкину обещала. И поделки из кожи, которые Наталья Павловна делает. Ну мы же их всегда показываем. Ты моя тараторка. Обязательно покажем. А сейчас нам надо поговорить. Да? Да. Да. Ой, они ещё про Вовку Савушкина спрашивали. Это я спрашивала, простите. Леночка, пойди к Наталье Павловне и скажи ей, что мне нужен альбом прошлогодний, который мы к выпускному оформляли. Почему-то я его не нашла. Поищите вместе, ладно? Хорошо, Наталья Теодоровна. Давай. Беги. Прошу. Пойдём. Спасибо. Я хочу вас предупредить. Нужно быть очень осторожным. Это ведь не просто дом. Это детский дом. И здесь брошенные дети. Которые об этом знают. Хотя ваш ещё очень маленький. Ну-ну-ну-ну-ну. Если вы не будете держать себя в руках, так может быть я вам просто фотографию покажу? Нет, я смогу. Я... да, я смогу. Ну вот и хорошо. Тогда пойдём. Они только что вернулись с прогулки. Вы московские журналисты. Приехали посмотреть наш дом. А я вам его показываю. Да, хорошо, мы поняли. Вот. Это детская. Это наша первая семья. У нас никаких групп. У нас только семьи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да ладно. Так, я тебе говорю. Это точно я тебе говорю? У Вальки на этот счёт вообще целая теория есть. Ну вот. Марк, ты в институте учился? Да. Что-то не похоже. Так вот, для необразованных это называется вероятностный процесс. То есть случайный. Всё. Не знаю. Это называется естественный отбор. То есть побеждает сильнейший. Вот как это называется. Я это знаю. Но в твоём варианте что это значит? Это значит, что будет мальчик. Валька уже мне полгода эту теорию объясняет. Я с ней согласен. Смотри, побеждает сильнейший. Так? Так. Вот. А сильнейший это тот, кто в семье более защищён. Ну, более, так сказать, себя уверенно чувствует стабильно. У нас с Варварой может быть только девочка. Понимаешь? А твоя смотри. Виснет на тебе, не отходит от тебя. Так что только мальчик. Разломов только мальчик. Не смотрю на тебя, Марк. Вроде нормальный ты мужик. Несёшь какой-то бред. Я несу радость людям, старик. Ну, как он, привыкает? Да, привыкает потихоньку. В субботу поехали на лошадей смотреть. Так значит, что он сделал? Разрыдался и плакал три часа. Увидел, что жеребята живут в отдельном загоне. И подумал, что это лошадиный детский дом. Еле-еле успокоили. А про мать спрашивает? Марк, Глаша для него мать. Всё, и давай ей больше не будем к этому возвращаться. Двигаемся только вперёд. А ты не думал, что она может? Думал. Сто раз думал. Мы с Мариной заключили соглашение. Я не пытаюсь её посадить, а она не пытается испортить меня жизнь. Угу. Живёт в своём Иркутске. Играет в своём театре. Я это могу проконтролировать. Всё. Я хочу пожить своей жизнью. Я что-то устал. Жить какой-то чужой. Жизнь. Я думал, что Марина для тебя главное. Представляешь? Ну, я вообще ваши блохерые отношения понять не мог. Что это? У тебя баба, у неё мужики. Я был-то только один. Да. И то после того, как я её послал. Да-да. И она пошла туда искать мужчину своей мечты. Угу. Я вообще после Марины перестал всем доверять. Даже Глаша. Всё думал, что она со мной играет. Вообще всё оказалось наоборот. Настоящее. Не театральное, понимаешь? Только зря потратил время. Дурак ты. Да нет, Марк. Не дурак я. Просто подумал, что если я в свою душу не буду кого-то пускать, всё исправится и наладится. Всё наладилось. Всё благодаря Глаше. Потому что я её люблю. Папа! Давай свой рюкзак. Здорово! Здорово! Мы сейчас поедем к маме. В больницу. Ой, папа, давай не поедем. Почему? Мама же нас ждёт и нам должны сказать, кто у нас родится, мальчик или девочка. А может, жеребёнок? Он такие волшебные! Нет. У людей рождаются мальчики. Ну, или девочки. А жеребят рождаются у лошадей. У тебя родится братик, а с лошадями будешь играть к соседям ходить. Вот так вот. Понял? Вот так. А может, всё-таки сестра? У тебя родится братик. Ладно, будем слушать дядю Марка. Пойдём. Сдай, иди. Распрыгай. Мамка! 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 Привет! Привет, мой сладкий! Привет! Мама! Ну, привет! Мы видели, сегодня уже изъезжала. Ну, вот так оно всё время. Пойдём. Мальчик будет, мальчик. Пойдём. Посмотрите, сколько же ребят. Проходите. Здравствуйте. Аккуратненько ложитесь. Это всего лишь ультразвук. Посмотрите, какая красота. Замечательный ребёнок. Скажите, а это мальчик? Сейчас. Секундочку. Нет, это девочка. Ты ни с каким мальчиком не перепутаешь. Красивая. И родить его легко. На одном дыхании. Специ segregated. ГОЛЬЧАННОЕ. ЭКОРАННОЕ. ИНИЕ. ГОЛЬЧАННОЕ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok